Девочка-пай Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Вы к Лукину Игору Петровичу, супруге Сафроновой. Да, он ждет вас. Раздевайтесь, пожалуйста. Я доложу. Игорь Петрович, к вам супруги Сафронова. Да, да, я их жду. Приглашаю. Проходите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Частный детектив Лукин Игорь Петрович. Прошу проходить, присажу. Здравствуйте, Игорь Петрович. Здравствуйте. Присаживайся, дорогая. Рассказывайте поподробнее, что у вас произошло. Ну, что я начну с своего позволения. Конечно, начни. А если что упустишь, я продолжу. Игорь Петрович, мне бы хотелось, чтобы вы избавили нас от шантажиста. Вам угрожают и требуют от вас, наверное, деньги? Да. Да, требует немалую сумму. Дело в том, что у нас есть дочь Оля. Ей 16 лет. Она учится в выпускном классе юридического колледжа. Будущим летом должна в институт поступать. У ребенка столько нагрузки сейчас. Она очень способная девочка, уверяю вас. У меня с ней никогда не было никаких проблем. Вы понимаете? Ну, в общем... А шантаж здесь при чем? Поля, ты все не о том. Игорь Петрович, дело в том, что Оля не родная наша дочь. Мы ее удочерили. Взяли из недома, когда ребенку было полтора года. Кто-то узнал вашу семейную тайну? Да. Ей грозится все рассказать вашей дочери. Замолчание требует с вас деньги. Правильно? Конечно. Мы бы с Витей сами ей все рассказали. Но мы хотели это сделать, когда она подрастет. Понимаете? Когда она к этому будет готова. Сейчас абсолютно неподходящее время. Учитывая то, какие у нее нагрузки, у нее сплошные стрессы в последнее время. А тут еще какая-то сволоча и хочет жизни скалечить. Не волнуйся. Да если бы я знала, кто это, я бы своими руками удушила эту гадину. Оля, не волнуйся. Я не волнуюсь. Успокойся. Успокойтесь, пожалуйста. Я спокойна. Сами вы... А, ну, извините. Вы сами кого-нибудь подозреваете? Кто может, кроме вас, знать, что вам дочь неродная? Даже и не представляем. Когда мы с вами созванивались по телефону, я вас попросил захватить фотографию дочери. Покажите. Да, конечно, с собой. Так, вы мне скажите, когда объявился этот шантажист? Три дня назад. Он позвонил мужу и выдвинул требования. Сказал, что перезвонит еще раз. Да. Как вам деньги забрать? Понятно. Ну, что ж. Как ты сейчас? Да ничего. Меня к вам одна просьба. Я хотел бы с помощником проследовать к вам на квартиру. С тем, чтобы установить там прослушивающую аппаратуру. Ну, для того, чтобы мы были в курсе, кто вам звонит, и попробовать зафиксировать, откуда проходил этот звонок. Конечно, мы всегда к вашим услугам. Приезжайте, конечно. Ну, что ж, тогда, я думаю, начинаем действовать. Да. Вы не волнуйтесь, я думаю, во всем разберемся. Лена, оставайся тогда в машине. Если в подъезд пойдет вот эта девушка, сообщи нам. Да, хорошо. Пойдем, Сережа. Прошу. Спасибо. Виктор Александрович, а где у вас телефон? На кухне. А вы не будете против, если мы прослушивающее устройство туда поставим? С ума с собой. Сереж, установи. Да, сейчас сделаю. Присаживай. Спасибо. Скажите, а в последнее время в поведении вашей дочери не было чем-то необычного? Необычного? Да мы в последнее время только и делаем, что ругаемся постоянно. Они так кричат друг на друга. Да, в чем же причина таких разногласий с дочерью? Я же вам объясняла. У девочки переходный возраст. Мне кажется, она попала под дурное влияние какой-то компании. Я точно не уверен. Ты не уверен? А ты в чем-нибудь, когда-нибудь, бываешь уверен? Девочка еще школу не закончила. Я к ней захожу. В столе, ящике обнаруживаю противозачаточные таблетки. Да что ж это такое, Господи? Да дело не в этом. Дело в том, что через полгода она поступит в университет. Другая жизнь, другая компания, самостоятельность. Но сейчас мы бы хотели, чтобы вы защитили ее и нас. Я понимаю вас. Полина Марковна, можете просто сгущать эти краски? Игорь Петрович, я все установил. Хорошо. Скажите, я могу осмотреть комнату вашей дочери? Да, да, конечно. Пройдемте. Игорь Петрович, Ольга скоро должна прийти из колледжа. Я вас очень прошу. Она ни о чем не должна догадываться. Она очень ранимый ребенок. Да ни о чем она не догадается. Успокойтесь, Полина Марковна. Мы уже все посмотрели. Игорь Петрович. Да, Лена. Дочь клиентки вошла в подъезд. Она с каким-то парнем. Открылась, Ольга. Открылась, спасибо. Похоже, ваша дочь возвращается. Я скажу, что вы с Виктором, коллеги. Хорошо. Мы не одни. Какие могут быть гости? Ты же должна готовиться к экзаменам. Через полчаса придет репетитор по английскому языку. Ты сделала задание? За что мы с матерью платим такие деньги? Быстро домой. Как же вы мертвы? Оля, ну куда ты? Лена, проследи за парнем. Да, будем на связи. Это, наверное, ее был друг? Не знаю, что за друг. Игорь Петрович, вы знаете, мне кажется, что имеет смысл поставить в ее сумочку, в жучок. В таком случае мы сможем узнать гораздо больше. Конечно. Пожалуйста. Тогда действуй. Алло. Деньги собрали. Во сколько? В три? Хорошо. Супругой быть? Хорошо. Мелкими купюрами? Хорошо, я заеду в банк и разменяю на мелкие купюры. Добро. Господа, встреча в парке на скамейке. Через два часа. Я ведь правильно сделал, что согласился сразу? Или нужно было потянуть время? А зачем ты? Ну, через два часа мы начнем за ними следить. Вот. Только давай сделаем так. Деньги сразу не отдавайте. Ну. Ну, я ведь согласился. Сказал, что сейчас заеду в банк и разменяю на мелкие купюры. Значит так. Скажете, что сказали так из-за того, чтобы не расстраивать жену. Она волнуется, чтобы Ольга ничего не узнала. Кстати, какая сумма-то там должна быть? 20 тысяч долларов. Значит, скажете, в банке проблемы собрать такую большую сумму мелкими купюрами. Ну, там или сумки не нашлось. Ну, по-любому надо деньги сразу не отдавать, а немножко потянуть. День-два хотя бы. Ну, может, на день его уговорить. А мы не услугнем фронтажиста? Да куда он денется? Ему нужны деньги. Я думаю, подождет день-другой. Согласится. Поехали. Ну, знакомиться не будем. Давай по-быстрому. Где деньги? Понимаете ли, тут появились непредадение обстоятельства. Дело в том, что на счету, пока мы этой суммы не оказалось, дело бизнеса. Слушай, папа, какой нахрен бизнес? Ты что, не принес деньги? Ты же сказал по телефону, что все в порядке. Деньги будут послезавтра. Я просто хотел встретиться для того, чтобы успокоить жену, что ты адекватный человек. Слушай, подожди, подожди. Ты мне Ваньку не валяй. Я сколько должен ждать? А вы не могли показать мне документы? Ну, насчет Оли. Чтобы я удостоверился. Ты что, сомневаешься в моих документах? Да я не сомневаюсь, но просто я хочу знать, за что я плачу деньги. Да? А где деньги-то? Вот будут деньги, выше документы. Все, завтра позвоню. Все будет нормально. Пеняй на себя, если что не так. Все будет нормально. Если он работает не один, то должен привезти нас к сообщнику. Ведь ждешь его где-то, сообщник, с деньгами. К нам в агентство обратились супруги Сафронова. У них проблемы с дочерью Олей. Дело в том, что они ее удочерили в младенческом возрасте. Неизвестный злоумышленник узнал семейную тайну Сафроновых и требует за свое молчание крупную сумму денег. Мы установили в квартире клиентов прослушивающую аппаратуру. Когда мы были в квартире, шантажист позвонил и назначил отцу Ольге встречу. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно минералочку спросить? Да, конечно. Сколько с ним? 20 рублей. Спасибо. Пожалуйста. Ну что, хочешь выпить за успех? Все получилось? Нет. То есть? Что-то здесь не так, понимаешь? Что-то здесь не так. Я чистый. Итак, ты что, с ним не встретился? Встречаться не было смысла. Мне ничего не передать. Не может быть. Ты мне что, не веришь, что ли? Верю, верю. Тихо. Разберемся, только не здесь. Иди отсюда. Вечером встретимся, где обычно. Только не набухайся. Ну какие шиши. Ты уже неделю мне ничего не платишь. А это чтобы ты дело не провалил. А ты не мог на него надавить как следует. Ну иди сам. А я не могу. А? Он знает, что я Олин друг. Он меня сегодня чуть с лестницы не спустил. Все, иди. Не мешай работы. Сколько ты времени дал ему еще? Один день. Слушай, Миша, ну, может, нальешь? Там машина пришла с пивными кегами. Разгрузишь, налью. Так уж и быть, чтобы ты не нервничал. Второй раз мне садиться просто неохота, понимаешь? Ладно, пойду, разгружу. Алло, Оля. Ты как там? Все зубришь? Как насчет вечера? Да нет. Да чего на него обижаться? Что он понимает, твой папаша? Значит, я заеду? Как обычно. Целую. Очень тебя люблю. О, привет. Привет. Ну, как там твои предки? Да уроды. Строит из себя непонятно, что из меня. Непонятно, кого хотят сделать. Достали учись, учись, ни с кем не встречайся, поедешь в университет. Богаты они у тебя? Повезло. У меня никаких не было. Ты откуда знаешь, что лучше? Может, было бы лучше, если бы они вообще меня не удочерили. Не говори так. Родители – это святое. Слушай, Оль, а если бы я тебе не сказал правду, и ты продолжала бы думать, что родилась в этой семье, ты бы со мной связалась? Дурак. Да я и так с тобой связалась, когда еще ничего не знала. Ну да, ну да. Но ты же говорила, что всегда как будто догадывалась, что они тебе чужие. Да мало ли что детям кажется. Люблю-то я тебя. Слушай, Оль, а ты не передумаешь? Уехать отсюда? Нет. С тобой? Главное – с тобой. Хорошо. Будь готова уехать из города, сразу же, как я тебе позвоню и скажу, что пора. Мне нужен еще день-два, чтобы все закончить. А ты собери необходимые вещи. Поняла меня? Я не шучу. Я тоже. Я тебя люблю. Мы уедем, и пошли они все. Наблюдение за дочерью клиентов показало, что она встречается с барменом Мишей. Кроме того, с Мишей знаком и наш шантажист. И не только знаком, он явно действовал по его поручению. Прибью сегодня кого-нибудь, это точно. Что случилось с Полиной Марковной? Девица моя, вы представляете, с утра сегодня только заявилась домой, а? Отказалась идти на занятия. У нее голова болит. Это у меня голова болит. Господи, боже ты мой. А вечером пойдет опять со своим хахарем. Только не надо, я тебя прошу, а? Вот прям хоть привязывай ее на цепь. Или запирай в комнате. Успокойтесь, пожалуйста. Вам не кажется, что ваша дочь уже давным-давно знает, что она вам не родная? С чего вы это взяли? Я только пытаюсь предполагать. Да, но шантажист еще денег-то не получил. Не вязочка получается, ему же не выгодно это. Скажите, раньше ваша дочь из дома никогда не убегала? Вы знаете, когда ей было 9 лет, она убежала из дома. Мы тогда еще не разрешились идти ей собаку заводить. И она исчезла. Причем жутко переволновались с мужем, но она, слава богу, быстро нашлась тогда помощь. Потом она позвонила из телефона автомата, и нам пришлось пообещать ей завести собаку. Мы завели чау-чау, но, к сожалению, через год она попала под машину. Девочка такую травму получила, вы не представляете себе. Она же жутко нервная и ранимая ребенок. У меня же еще наследство с ней неизвестно, чья, боже мой. Даже не знаю, чего ожидать теперь. Извините. Алло. А, Семенович, приветствую. А, извините, Ромен. Здорово. Здравствуйте, Алексей. Как дела? Вот новые клиенты. Помощи понадобятся, я на верху. Хорошо, спасибо. Да. Ну и что, ты узнал что-нибудь про этих двух типов? Ага. Замечательно, диктуй. Так, Морягин. Тимофей Игнатьевич. Ага. Какого ты говоришь? 58-го года рождения. Да, очень интересно. Сколько ты говоришь? Два года? По 156-й. Ага. Ладно, а второй? Пока не узнал. Ну, спасибо за первого. Да, конечно, конечно, буду ждать. Ну, все, счастливо, Семенович. Ага. Ну, что, набрала? Распечатай мне. Спасибо. Я больше не могу, ты понимаешь это? Я не могу больше. Успокойтесь, успокойтесь, Полина Марковна. Присядьте. Я же ребенка потеряю. Она же уйдет от нас. Ты понимаешь это или нет? Успокойтесь. Виктор Александрович, а вы знаете, кто тот шантажист, с которым мы встречались на площадке на детской? Нет. А фамилия Морягин вам о чем-нибудь говорит? Ни о чем. А вот он работал в детском доме номер два. Теперь понятно, откуда у него информация. Еще надо все, конечно, проверить. У вашего шантажиста есть сообщник. Мои помощники в настоящее время за ним наблюдают. Кстати, он звонил, назначил встречу для передачи денег в парке на 4 часа. Я в курсе. Мы же послушаем ваш телефон. Да, совсем не выпустил. Ой. Ну что, ты ему звонил? Да. Сейчас поеду. Разгружу, вот и поеду. Смотри, не надо любить. Вам что-нибудь еще? Да я сейчас кофе допью, может, закоржу чем-нибудь. Хорошо. Ольга знает, что ее вырастили неродные родители. Неужели она не испытывает по отношению к ним никаких чувств? Это можно списать только на переходный возраст. Гормональный всплеск, так сказать. Первый сексуальный опыт. А потом будет возвращение блудной дочери. Хорошо, если не беременной. Не раз уже такое наблюдали. Здравствуйте. Лукин Игорь Петрович, мы с вами созванивались и договаривались о встрече. Я поняла. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Вас интересует наш бывший работник Тимофей Морягин. Вы знаете, он перестал работать за долго до того, как я стала здесь директором. Но мне рассказывали, на него было заведено уголовное дело за жестокое обращение с детьми. И он получил заслуженный срок. Больше мне добавить вам нечего. Понятно. Скажите, а после того, как его срок закончился, он появлялся на территории детского дома? Что вы? А у него закончился срок? Да. Боже мой, как летит время. И дети так быстро подрастают. Только, к сожалению, новых сирот с каждым годом меньше не становится. К сожалению, это так. Скажите, а этот самый Морягин или кто-то еще из сотрудников имел доступ к документам по установлению ваших воспитанников? А почему это вас интересует? Эти документы где-то появились? Да, появились. Можно и так сказать. Мне рассказывали, у нас была кража в архиве. Там замок хлипкий, гвоздем можно открыть. Вынесли тогда печатную машинку и как раз документы об установлении. Правда, это было давно. А скажите, в то время Морягин работал? Да, работал. Вы думаете, это он сделал? Ну, пока что мы можем строить только предположения. Ну что, в 4? Там же в парке договорились? Да, мне пора уже. Ну, не пуха. Чего? Жду. В наше детективное агентство обратились супруги Сафронова. Свою дочь Ольгу они взяли из детдома. Теперь некий шантажист требует у них деньги за сохранение семейной тайны. Мы установили наблюдение за квартирой клиентов и их дочерью. Ольга встречается с барменом Мишей. Именно по поручению Миш и действовал шантажист, когда-то работавший в том самом детдоме. Вы что-нибудь надумали? Да нет, я кофе допиваю и все. Вы знаете, у меня смена закончила, сейчас подойдет другой бармен. Игорь Петрович, шантажист пошел на встречу с клиентом на то же самое место, а бармен Миша переоделся и вышел за ним. Штаны, куртка, все другое. Мы едем за ними. Принес? Принес, только сначала документы, потом деньги. А вы, наверное, работали в этом детском доме или купили у кого-то эти документы? Как я могу удостовериться в подлинности документов, что это личное дело нашей дочери? Дата, месяц, год, все совпадает. Сейчас поглядим. Давай, давай. Вроде так. Так, давай сумку. Я пошел, и больше мы не увидимся. Все нормально. Все нормально? Я здесь. Вставай. Вставай, вставай, вставай. Вставай, вставай. Миндок привел, козел. Кем он меня хотел? Со своей телкой удрать? Тварь. Молодец. Лен, вызывай милицию. Не, не, лучше, Виктор Александрович, вы вызывайте. Вы же где-то потерпевший. Пойдем, пойдем. Иду, 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 все, 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 тихо, тихо, иду. Иду, все. Получается, наша дочь собиралась сбежать с этим малолетним преступником, прихватив наши 20 тысяч. Да. Хотя, я не знаю, насколько посвятил ее Михаил в происхождение этих денег. Это неправда, она не могла знать, она не могла знать, что он шантажист, я не верю. Знала, знала, знала и притворялась, что не знает. Чтобы мы дали деньги ее парню, иначе он бы не посвятил ее в тайну ее происхождение. Правильно? Скорее всего. Да, по-вашему, у них были серьезные отношения? Ты этот мерзавец использовал, мою дочь? Или она его. Они еще до конца не разобрались в своих отношениях. Зато в милиции установили другое. Вы не первые, кого шантажирует эта криминальная парочка. Морягин еще, когда работал в детском доме, понял, что на такого рода информации можно нажиться. Тогда же он выкрал документы. Правда, потом он сел в тюрьму. После того, как он освободился, он нашел себе сообщника. Хотя только суд может определить, кто был главным в этом криминальном тандеме. Что же нам делать с дочерью, Витя? Это же ее первая любовь. Ты представляешь, что будет? Она же никогда не простит, что мы его в тюрьму посадили. Она еще не знает, что он серийный шантажист. Для нее он честный парень, который ради ее свободы рискнул попасть в тюрьму. Честный, порядочный. У меня, честно говоря, сейчас одна надежда. Она поступит в институт, начнет учиться и все забудется. Может быть, так оно и будет. Спасибо вам за все. Большое вам спасибо. Я вам возвращаю фотографию вашей дочери. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!